Привет, друзья! С вами сегодня опять я, Нара, риэлтор Северной Вирджинии. И сегодня хочу с вами поделиться быстренько о том, что происходит на рынке и что я вижу. И сегодняшняя тема разговора будет о том, как продать дом и купить сразу же дом, может быть, поменьше или побольше, при этом не потеряв время и произошел один буквально переезд с одного дома в новый. Почему я эту тему хочу затронуть сегодня? Потому что я вижу, многие пытаются уменьшить свои площади, свои оплаты по ипотеке, воспользоваться низкой процентной ставкой. И, ну, в общем-то, из-за того, что мы боимся, что будет дальше, многие люди просто немножко как-то минимизируют свои расходы и думают о переезде из больших площадей на меньшие. Поэтому вот такая тема возникла у меня на сегодня. Значит, быстренько о том, что происходит на рынке. В Северной Вирджинии я не буду говорить про всю страну, я буду говорить именно там, где я работаю. В Северной Вирджинии, в частности, Арлингтон, Александрия, даже Эшборн, то есть там, где есть ветка метро, там, где людям удобно ездить на работу, дома продаются, дома продаются быстро и с multiple offers, то есть с несколькими предложениями, где продавец все еще выбирает из нескольких предложений, выбирает самое большее. Как правило, цена идет выше запрашиваемой или запрашиваемая. Сейчас еще я не вижу, чтобы люди там как-то могли вести переговоры на более низкие цены. Еще все равно сильный рынок продавцов. Немножко это вроде бы как бы замедляется, но не так заметно. Очень много выходит домов на рынок в статусе coming soon. Что это значит? Это значит, что объявляется, анонсируется продажа дома, но этот дом еще не выставлен на 100%, то есть показывать мы его не можем, как агенты, допустим, покупателя. Просто анонсируется продажа, и в течение максимума 21 дня этот дом может стоять в таком статусе. И для чего это делается? Ну, во-первых, для того, чтобы как можно больше генерировать ажиотаж по поводу этого дома. Во-вторых, агент продавца набирает людей, которые хотят посмотреть этот дом и работает с ними уже как с покупателями. Это чисто маркетинговый ход. Ну и в-третьих, дает возможность продавцу подготовить дом перед тем, как он все-таки выйдет на рынок. Тем не менее, уже так как он уже объявлен, люди интересуются, люди спрашивают и люди ждут. И как только дом будет открыт для показов, идет просто неимоверный поток людей, которые приходят смотреть этот дом. В наших условиях, как это делается, это каждому назначается отдельное время. Никакого нельзя допускать, чтобы люди пришли одновременно, два агента показывали дом своим клиентам. Этого мы уже не допускаем. И продавцы на время показов на первые несколько дней просто уезжают из дома с утра. Где-то они там, я не знаю, где они там тусуются, но до вечера дают возможность, чтобы дом был открыт, и продавцам не нужно было там выходить каждый раз, когда покупатели приходят, потому что покупатели идут потоком, вот просто потоком. Вот, ну вот это вот то, что сейчас происходит. Почему это происходит? Мы думаем это потому, что все равно еще есть дефицит домов на рынке, и люди, покупатели, те, у которых еще стабильная работа, еще не потеряли или не получили furlough, они могут себе позволить еще купить, потому что процентная ставка низкая, вот поэтому все это еще вовсю работает. Теперь давайте перейдем на саму основную тему сегодняшнего видео, и основная тема это как продать дом и купить одновременно, чтобы переехать один раз, чтобы не нужно было переезжать два раза. Я этим занимаюсь постоянно, у меня постоянно люди приходят с такими вопросами, что мы хотим либо увеличить наши площади, либо уменьшить наши площади, либо просто поменять место жительства по всяким разным причинам. И мы, что мы делаем? Смотрите, зависит от рынка продавцов или рынка покупателей. То есть на данный момент существует очень сильный рынок продавцов, да, то есть продавцы могут выбирать, они такие, как бы, у них вся карта в руках, покупатели вынуждены, как бы, скакать под дудочку продавцов, просто потому что домов мало. И вот когда вы хотите и купить, и продать, вы, к сожалению, и в той роли, и в этой роли. Поэтому как продавец в сильном рынке продавцов, у вас преимущество в том, что вы можете диктовать условия. И вы, что мы делаем? Мы в листинге, как бы, в описании дома, мы ставим информацию о том, что продавец продаст при условии, что покупатель даст продавцу месяц, там, или два, на поиск своего дома, и нового дома, на покупку, да, и это называется Home of Choice Contingency. Я хочу предупредить, что я буду вставлять английскую терминологию, просто потому что я честно не знаю, как это выразить на русском, чтобы было понятно. Так вот, одно из условий контракта, который продавец сразу прописывает в описании дома, называется Home of Choice Contingency. И покупатель, те, которых это не устраивает, они просто даже не смотрят на этот дом. Поэтому как продавец в сильном рынке продавца вы можете это сделать, потому что покупатели готовы, так как дефицит домов, покупатели готовы идти на любые условия, и, как правило, это не проблема вот в данный момент. Когда же идет сильный рынок покупателей, то есть домов очень много, а покупателей мало, и мы такое тоже переживали, если вы помните, тогда вы, конечно, этого делать не можете, потому что покупатели не будут прыгать под вашу дудку, они будут, наоборот, выкручивать руки вам, как продавцу. И поэтому в такой ситуации вам нужно будет выставить дом на рынок и ждать контракта. Но зато, когда вы в роли покупателя, вы уже можете диктовать условия продавцу. И когда вы идете покупать новый дом, вам понравился дом, и ваш дом стоит на рынке, тогда вы уже, как покупатель, можете говорить продавцам, «Ребят, я куплю ваш дом при условии, что я продам свой дом». И это называется Home Sale Contingency. То есть вы делаете условия в контракте, что вы должны продать свой дом, прежде чем вы купите новый дом. То есть все зависит от рынка, да? Так вот, в данном рынке вы, как продавец, у вас все тузы, вы говорите, что у вас условия найти дом Home of Choice, вы на это требуете определенное время, и покупатель это время должен вам дать. Как только вы находите дом, который вы хотите купить, подаете на него контракт, там вы уже подаете контракт готовый, потому что, то есть без условий, потому что у вас уже есть покупатель на ваш дом, и просто вам нужно договориться о дате закрытия сделки, settlement, одновременно, чтобы было и то, и другое, чтобы вы могли утром вывести ваши вещи или подготовить ваш дом к переезду, к передаче ключей, скажем так. То есть вы должны вынести все вещи, подготовить его, почистить, чтобы он был готов к передаче ключей вашему покупателю, и в тот же день покупатель и делает walkthrough вашего дома, забирает ключ, у вас больше доступа к вашему дому не будет, вы едете на closing, вы закрываете сделку на покупку другого дома, и тут же можете перевозить ваши вещи уже, которые, может быть, уже сидят в грузовике, перевозите их в новый дом, потому что в этот день вы получаете ключ от вашего нового дома, и вы можете уже въезжать в новый дом. То есть мы, как правило, это все делаем в один день. Если вас это сильно напрягает, потому что да, это создает стресс, это стресс, потому что в один день вам нужно успеть все, что я вижу, что мои клиенты делают, и таким образом немножко себе как бы успокаивают нервы. Они переезжают из своего старого дома за день, за два, чистят все там, готовят, чтобы уже спокойно утром отдать ключи и даже не думать в тот день о том, что вы переехали, и ночуют в гостинице. То есть все вещи перевозят в сторич, например, или оставляют в грузовике. Этот грузовик берут в аренду, скажем, не на один день, а на два, на три. Ночуют в гостинице и уже переезжают в новый дом. То есть они немножко как бы растягивают этот процесс и немножко как бы себе уменьшают стрессовую ситуацию. Так тоже можно сделать, потому что, если вы посчитаете, в принципе, гостиница не так дорого. Одну-две ночи это все переночевать. Вот, теперь хорошие агенты. Обязательно вам желательно иметь одного агента, который будет заниматься и вашей продажей, и вашей покупкой, потому что тогда все будет проще. То есть агент координирует все с противоположными сторонами. То есть я как агент продавца координирую с вашим покупателем и его агентом, и я же как ваш агент покупателя координирую все с агентом продавца на той стороне, и это просто легче все делается в одной команде, да, потому что одна тайтл-компания будет все оформлять, один агент это все будет оформлять. Это все делается проще, чем вы будете вовлекать больше новых лиц, которых надо держать в курсе дела и координировать все с большим количеством людей, что то усложняет процесс. Вот, ну, в общем, как-то вот так. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, почему эта тема возникла. Опять-таки я повторюсь, сейчас очень многие хотят продать свой дом, чтобы минимизировать свои издержки, да, потому что, ну, mortgage payment может быть высоковат, может быть, кто-то теряет одну работу, и приходится, возникает необходимость уменьшать свою ипотеку. Единственный способ, как вы это можете сделать, это реально уменьшить стоимость вашего дома, то есть переехать с большего в меньшие. И я вижу, на самом деле, такие случаи, когда люди вот звонят и говорят, вот как нам это все можно сделать. Вот, ну, и сейчас просто еще тоже как-то так задену то, что я слышу от моих loan-офисеров. Они сейчас очень-очень сильно заняты рефинансированием. Поэтому, если у вас есть мысль о том, чтобы понизить вашу процентную ставку, и вы еще этого не сделали, обязательно связывайтесь с банками, ну, с вашим банком, и сейчас реальная возможность рефинансировать на хороший, на хороший рейдс. Вот, это я просто сейчас слышу. Тайтл-компании с рефинансированием все завалены, loan-офисеры с рефинансированием все завалены. Поэтому жизнь продолжается, все равно мы все еще работаем. Так что вот, как-то вот так. А будут вопросы, если вы хотите какие-то видео на определенные темы, на которые я еще не говорила, и хотите вот видео в таком формате, как ответ на ваши вот эти вопросы, пожалуйста, присылайте мне их. Я уже сломала голову о том, как бы, что говорить каждую пятницу, но каждую пятницу буду все равно выставлять видео. Вот, так что все, жду ваших запросов, вопросов. Есть необходимость что-то обсудить. Я всегда рада с вами поболтать. До следующей пятницы. Пока.